МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К сожалению, не все знают, что подтвердить учетную запись и оформить заявление на получение денежных выплат можно, не выходя из дома, воспользовавшись телефоном или компьютером. Зарегистрировать учетную запись на портале госслуг, а также ее подтвердить можно самостоятельно с помощью банковских приложений. Такие приложения, как Сбербанк онлайн, Тинькофф банк, Почта банк. Человек может зайти в данное приложение и выбрать соответствующую функцию и выполнить с регистрацией подтверждение учетной записи на портале госуслуг. Восстановление доступа на портал госуслуг также можно произвести самостоятельно, если у гражданина учетная запись привязана к номеру телефона или электронной почте. Если же пароль от учетной записи утерян или номер телефона сменился, вот тогда стоит прийти в многофункциональный центр. На территории Ульяновской области работает 28 многофункциональных центров. На сегодняшний день мы видим огромный поток наших заявителей, которые хотели бы получить услуги по регистрации на портале госуслуг, получить СНИЛС, потому что у многих ребята, как сейчас оказалось, отсутствует в наличии СНИЛСы, и также подать заявление в электронном виде. В связи с этим принято решение, что все многофункциональные центры будут работать в воскресенье с 9 утра до 17 часов. А вот размер денежных выплат зависит, к какой категории вы относитесь. Первая категория – это ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей на каждого ребенка от 0 до 3 лет. Ко второй категории относятся семьи, в которых есть дети с 3 до 16 лет. Если выплата на детей от 3 до 16 лет предусмотрена разово, одной суммой по 10 тысяч на каждого ребенка, попадающих в возрастную категорию, то выплата на детей от 0 до 3 лет выплачивается в течение трех месяцев. Это апрель, май, июнь. Заявление подавать достаточно один раз, повторно направлять его не нужно. В заявлении указываются все дети, которые попадают под данную возрастную категорию, и выплата будет осуществляться на расчетный счет родителя, указанного в заявлении. Решение по поводу выплаты принимает территориальное отделение пенсионного фонда в течение пяти рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на госуслугах. Перечисление выплат начнется с 1 июня текущего года. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Олл Правда ТВ.